Здравствуйте, дорогие друзья! На главном телеканале Якутии, как всегда, по рабочим понедельникам, еженедельная информационно-аналитическая авторская программа, считаю важным. Программа, в которой и гости, и темы всегда интересны. Три даты формируют три темы и вообще содержания нашего сегодняшнего выпуска. Это День российской адвокатуры, День социального работника и Пушкинский день, День русского языка. Все они укладываются в календарную неделю от 31 мая до 8 июня. Что хочу я сказать в прологе, во всегдашнем прологе своего, значит, в прологе программы. Закончился Петербургский международный экономический форум. Его освещали достаточно подробные федеральные каналы и наши каналы в своей позиции. Что меня интересовало в качестве тем, близких к обсуждаемым сегодня, в сегодняшней программе. Глава счетной палаты Татьяна Голикова в интервью экономическому обозревателю Коммерсант ФМ сказала, цитата, «Что беспокоит? Беспокоит итоги 2016 года, тире количество граждан, которые находятся за чертой бедности». Эта цитата будет иметь непосредственное отношение ко второй части нашей программы. Цитата к первой части. Анатолий Чубайс в интервью Станиславу Кусеру, которое, собственно говоря, было опубликовано на страницах коммерсант.ру и прошло в Коммерсант ФМ на радиостанции, сказал, «Вот у Германа Грефа был завтрак, на котором задавалось несколько вопросов. Один вопрос был о том, каковы наиболее значимые компоненты реформ, что нужно преобразовывать прежде всего». И в этой аудитории, сказал он дальше, более 60% отметили, главное, что нужно преобразовывать, это правоохранительная система и защита частной собственности. Что интересно, Коммерсант.ру опубликовал 3 июня статью «Наступательная модерация» автор Андрей Колесников. Цитата прямо вот из этого материала. «Неожиданно Владимир Путин упомянул про необходимость укреплять независимость судей». Скобочки. «Видимо, Владимир Путин чувствует, что тылы, мягко говоря, не прикрыты, и что для этого надо для начала улучшить их подготовку». Что надо для конца, цитата продолжается, он не пояснил. «Приятного вам вечера вместе с нашей программой. Я иду к нашим первым гостям. Дорогие друзья, представляться будем просто в процессе нашего разговора. Спасибо вам большое, что пришли. И поздравляю вас, безусловно, с прошедшим Днем Российской Адекатуры, который был 31 мая. Я хочу нашим зрителям напомнить телефон нашего прямого эфира 423897. Вы его видите на своих экранах. Ну, а к вам первый, собственно, вопрос. Почему именно эта дата? С чего все началось? Сергей Борисович. Сергей Борисович. Спасибо большое. Сегодня 31 числа, 31 мая 2002 года был принят федеральный закон об адвокатской деятельности адвокатуре в Российской Федерации. Именно этот день считается у нас праздником. То есть нашим профессиональным праздником, который отмечается уже 15 лет. То есть именно принятие этого федерального закона позволило увидеть адвокатуру, которая в настоящий момент имеется сегодня, в том виде, в котором мы ее и наблюдаем. Вот, в принципе, и этот день является у нас праздником. Давайте определимся сразу, в продолжение разговора, со спецификацией адвокатской. Есть же адвокаты, которые ведут только гражданские и только уголовные дела. Вот вы какие ведете? Во-первых, наверное, прежде всего я хотела бы поздравить своих коллег. Пользуясь случаем, который нам выпал с экранов телевидения, я хочу поздравить всех наших адвокатов нашей республики с прошедшим профессиональным праздником. Желаю всем удачи, успехов, упорства, усердия в этом сложном, но, по сути, благородном деле нашей адвокатской деятельности. Ну, что касается вашего вопроса, то адвокаты, на самом деле, они считаются как бы юристами широкого профиля. Вообще, по закону понятие адвокатов, это советник, независимый советник по правовым вопросам. Поэтому практически какой-то строгой специализации на нас закон не накладывает. И на практике, как таковой, ну, бывает, но редко. Редко. Поэтому адвокаты, они, в отличие от простых юристов, имеют право участвовать по уголовным делам и также по гражданским, административным, трудовым, жилищным и так далее. Нет, имеют право, наверное, это одно, а каждый для себя, может быть, какую-то спецификацию выбирает все-таки, потому что... Ну, выбирает, но лично, допустим, я, у меня такой именно специализации, как вот показывает, да, в американских фильмах, только по, там, брачно-семейным отношениям. Семейные отношения, да, да, да. А такого у нас нету. Поэтому мы говорим, что адвокаты – это юристы широкого профиля, которые постоянно следят за развитием законодательства и так далее. То есть в курсе всех изменений. Понятно. А вот вы сказали слово «советник». А как соотносятся между собой вот два понятия таких – адвокат и защитник? Ну, защитник – это, прежде всего, в уголовном процессе и административном процессе. А во всех иных судопроизводствах – это, как правило, представитель. Представитель. Представитель, совершенно верно. И тут, в принципе, слова-то сами за себя говорят. Защитник – только там, где публичная власть. То есть публичная власть, административные дела – это как и государственные органы. То же самое и, в принципе, уголовное судопроизводство. То есть в отличие юриста от адвоката, да, в чем можно сказать? Юрист – это представитель, может быть, по-гражданским, по-трудовым и так далее. Но в отличие от адвоката, он не в праве участвовать по уголовным делам. По общему правилу, скажем так. Давайте перейдем к тем вопросам, которые очень меня волновали и волнуют до начала этого эфира, и эта программа, и сейчас прямо волнуют. Скажите, пожалуйста, вы защищаете человека и знаете, что оправдательного приговора не будет. Вы максимально честны со своим доверителем? И вообще, какие чувства вы испытываете, когда засчитывается приговор, а, собственно говоря, он обвинительный? Ну, конечно, максимально честны, потому что между адвокатом и доверителем, ну, клиентом, прежде всего, это доверительное отношение с обеих сторон, наверное. И максимальная честность – это от нас требует и кодекс адвокатской этики тоже. Быть максимально честным, смотреть правде в глаза и говорить, как есть. Но если ожидается оправдательный приговор, и он не получается, то, соответственно, конечно, это разочарование, это несправедливость, да? Получается, естественно, все эти чувства нам тоже присущи, конечно, испытываем. Причем это очень тяжелое время, когда и я, и мой доверитель идем на оправдательный приговор, а тут выносится решение, ну, по нашему мнению, оно несправедливое, и очень тяжело это все переживать. А чувство несправедливости во многом, да, я соглашусь с вами, его стало побольше как-то так вот на сегодняшний день. Хорошо, а можно ли спросить, почему? Ну, это отмечают, в общем, достаточно все. В стране мало оправдательных приговоров. Почему так происходит? И вообще ваша оценка, их мало вообще на самом деле? Ну, 0,01 процент. 0,01, да? То есть это 0,01, да, процента? 0,01 процента, то есть, ну, никогда такого не было, конечно, который сейчас в настоящий момент имеет у нас процента продавательных приговоров за всю историю России, которой такого никогда не было. Даже в советское время их было в разы больше, если брать к процентам соотношения. Хочется дополнить и процитировать Виктора Степановича Черномырдина. Никогда такого не было, и вот опять. Ну да, да. Мало в стране, да? Это, опять же, точка зрения, это с нашей стороны мало, потому что мы понимаем, что принцип состязательности равноправия, он как-то на практике не совсем, не в полной мере соблюдается. А с другой стороны, существует точка зрения, что их так мало, потому что хорошо работает следствие. Но это, опять же, не соответствует, конечно, всегда объективно, не всегда, вернее, соответствует объективным каким-то данным, наверное. Вы, адвокаты вообще, я буду то вы говорить, то адвокаты, да, допускаются на стадию, что вы делаете на стадии следствия? Если оно хорошо работает, то, собственно говоря, это считается, да? Это не ваша вина, потому что вы минимально там участвуете, насколько я понимаю. Мы, в первую очередь, участвуем со своим доверителем, в первую очередь, на всех допросах и следственных действиях. Что, конечно, какие следственные действия производит следователь, нам неизвестно. То есть, фактически, наша степень участия на стадии предварительного расследования, она, ну, в данном случае, ну, не то, что минимальна, но только то, что связано с нашим подзащитным. То есть, конечно, у следователя в данном случае, то есть, полномочия и права намного шире, нежели у нас. Мы действуем в рамках своих полномочий, а наши полномочия, к сожалению, раз мы говорим по УПК, видимо, по уголовным процессам, они действительно очень узкие и не в полной мере отвечают требованиям того принципа равноправия сторон. К сожалению, так, да. Ольга Михайловна, а что дает вам основание сказать, вот только что вы сказали, что значит хорошо работает следствие, хотя это не так. Что дает вам основание говорить, что это не так? Что дает основание? Ну, личный практический опыт, конечно. Да, естественно. Потому что мы-то получаем к суду уже готовое, подготовленное следствием дело. И одновременно мы же общаемся и имеем право разговаривать и выяснять также обстоятельства дела. Правда, при этом у нас процессуальных полномочий мало, но тем не менее мы тоже направлены на то, чтобы устанавливать истины по делу. И очень зачастую часто бывает, что не всегда соответствуют. Не хочу сказать, что всегда не соответствуют, но зачастую бывает так. То есть элементарно человек приходит в суд, на стадии следствия он дает одни показания, а в суд приходит уже дает совершенно иные показания, которые полностью противоречат его первоначальному показанию. Ну, как такое может быть? И это, честно говоря, зачастую бывает. Там неизвестно, по каким причинам он там на стадии предварительного следствия кто и как подсказывал ему. Вот. И такое, ну если не в каждом, ну через дело, я думаю, точно бывает. Органы следствия, конечно, они свою работу выполняют, да? Они стараются там и так далее. Но наша задача, чтобы при этом не было нарушений закона, нарушений прав наших подзащитных. Вот, в принципе, в этом на стадии следствия предварительного наша функция и заключается. Если я буду ошибаться в какой-то терминологии, вы меня простите, пожалуйста, да? Насколько распространена мера пресечения как домашний арест? Вот. Мне кажется, что ее не очень много, хотя, в принципе, по экономическим статьям ее могло бы быть больше. Нет, ну она, я не могу сказать, что ее мало применяется. Она применяется, просто, возможно, не про все дела пишут, средства массовой информации. Ну, мы знаем самое дело госпожи Васильевой, конечно, да. Да, самые такие дела, но применяется. И закон говорит о том, что в каждом конкретном случае, когда суд избирает меру пресечения, учитывает все, значит, обстоятельства, данные личности и так далее, и так далее. Понятно. Поэтому я не могу сказать, что мало применяется. Может, кто-то по-другому считает. Давайте поговорим о состязательности процесса. Какие здесь, вы видите, проблемы вообще? Есть ли они? Ну, принцип состязательности равноправия, так называется. Да. Это основополагающий, фундаментальный принцип. И вообще цель, на самом деле, вот этого принципа, как я уже сказала, это установление истины, чтобы выслушать обе стороны, каждая, да, которая на равных условиях говорит, и в результате чего суд должен, как независимый арбитр, вынести свой вердикт. На самом деле же, конечно, как всем понятно, этот принцип фактически в полной мере не соблюдается, потому что как раз вот эта обусловленность, с одной стороны, полномочия большие, а с другой стороны, полномочий мало. Соответственно, конечно, крен идет в какую сторону, понятно. Это в уголовном процессе. А вот в гражданском процессе, кстати сказать, там вот этот принцип более-менее действует, потому что там обе стороны, каждая самостоятельно собирает и представляет доказательства. То есть каждая сторона свободна, равноправна и так далее, а суд уже оценивает. А вот в уголовном процессе, к сожалению, этого мы не наблюдаем. Сказать, что в полной мере это соблюдается. Там, вы сказали, там обе стороны собирают доказательства. Да, там такой принцип, каждая сторона сама должна доказывать те обстоятельства, на которые ссылаются. Понятно. А здесь следователь доказывает, адвокат просто как бы смотрит, а потом уже начинает в суде доказывать. Сергей Борисович, вы хотели что-то добавить, по-моему. Ну, вот элементарно, вот до этого мы разговаривали по поводу полномочий следователя и полномочий адвоката. То есть вот, в принципе, у нас полномочия, ну, как уголовно-процессуальный кодекс гласит, они у нас равнозначны. То есть у нас равноправие сторон, стороны обвинений, стороны защиты. Но де-факто, де-факто, на стадии следствия мы фактически обезоружены. И я считаю, это самая главная проблема в настоящий момент в действующем уголовно-процессуальном законодательстве. Если более-менее как-то в суде это уже можно назвать равноправием, то есть когда и прокурор сидит с одной стороны, с другой стороны сидит защитник, то есть и допрашиваем одних и тех же лиц. Но я вот до этого приводил ситуацию, когда человек на стадии следствия говорит вообще иные показания. То есть как это вот мы можем доказать, как мы можем объяснить, что по какой причине он давал, может быть, заведомо ложные показания, либо в суде, либо на стадии следствия. Так что это в первую очередь пробел в уголовном законе, в уголовно-процессуальном законе. А изменения в УПК, которые... Да, но сейчас действительно какие-то положительные сдвиги все-таки есть. Нельзя сказать, что все так плохо, потому что буквально вот в апреле этого года приняты поправки в уголовно-процессуальный кодекс, как раз именно касающиеся полномочий и гарантии независимости именно адвоката. Вот эти все поправки приняты. Они касаются порядка вступления в дело адвоката, касаются направления адвокатских запросов. То есть все организации обязаны отвечать, если не отвечают, там предусмотрено административно. Даже обязаны просто. Обязаны отвечать, если... Раньше не было никакой ответственности за это, а сейчас уже административная ответственность. Появилась. Да, появилась. Дальше, значит, гарантии при проведении обыска в последнее время тоже встречаются такие случаи в офисах адвокатов. Там тоже определенные ограничения имеются. И по представлению доказательств и так далее. То есть все-таки полномочия чуть-чуть, хоть немножко и идут в сторону расширения. Это хорошо. Нас радует. Это хорошо. Как на практике будет, посмотрим. Недавно принято. А рано пока еще говорить о применении. Да, рано говорить. Честно говоря, эти поправки надо было вводить еще леток 10, может 15 назад. Ну, это понятно. Ну, лучше рано, чем поздно. Лучше поздно, чем никогда. Как вы выбираете дело, которое будете вести? То есть последнее слово, я что имею в виду? Последнее слово за вами, когда к вам обращается подзащитный. Вы уже соглашаетесь или не соглашаетесь? Брать это дело или не брать? Или это не так? Ну, как обращается человек. Последнее слово, это фактически подписание соглашения. Да. Если уже адвокат принял на себя обязательство защищать этого человека, то он уже не имеет права отказаться от принятой на себя защиты. И за это... На стадии до подписания соглашения, вы две стороны не пришли жить. Полная свобода заключения договора. Вам приходилось отказываться от каких-то дел в вашей практике? Естественно. Она зачастую не так, что мы берем отказываться. Мы в основном стараемся как бы своим видом показать или отправить кому-то другому адвокату зачастую, если мы не хотим заниматься этим делом. Если нету какой-либо перспективы конкретно, ну по гражданским, например. Я прямо так и говорю, например. Да. Что участие адвоката в данном случае чисто номинально будет носить характер. Перспективы нет. Если есть хоть малейшие какие-то шансы, конечно, то беремся, участвуем. Смотрите, мы в общем-то знаем о вашей работе из фильмов, из книг. Ну я не знаю, кто-то читал Джона Гришима, там, «Дело о пеликанах», кто-то читал какие-то другие книжки. Неважно, кто-то смотрел какие-то фильмы, сериалы и так далее. И, конечно, это, в общем, такое, я не знаю, может у кого-то это убеждение, может это, в общем, какой-то... Если это миф, то давайте его развеем, да, о гонорарах адвокатских. О баснословных, я бы даже сказал, гонорарах адвокатов. Это так, не так. Я не спрашиваю цифр. Конечно же, нет, да, но тем не менее. Нет, ну на самом деле это, скорее всего, миф. Сама по себе работа, конечно, она должна быть достойно оплачиваемая. Ну любая. Да, конечно, да, как любая работа, но здесь психологические моменты, тогда вообще сама по себе работа интересная, но сложная. Но говорить об оснословных гонорарах, наверное, это какие-то рядовые случаи бывают, из чего складываются такие мифы. А в реальной практике достойно оплачивается? Ну, наверное, это складывается, кстати говоря, из тех персоналей, которых мы видим на экране в лице Генри Резника, я не знаю, Генриха Падбу, там, да, вот из тех фамилий, которые я сейчас называю просто, да, ну понятно. Я не знаю, и так далее, и так далее. Но если действительно вот такое громкое имя, уже как бы сложившееся, да, в этой адвокатской деятельности, то возможно, ну это... Ну, если говорить вообще о временных каких-то рамках, вот по вашей, опять же, практике, сколь максимально долго может длиться дело? Ну, честно говоря, это непредсказуемо. Бывает довольно быстро, бывает годами, бывает даже пятилетиями. Годами тянутся дела. Есть даже такие дела, которые там 10-15 лет непонятно где находятся. А если говорить о самых коротких? Самые короткие? Ну, от категории дел зависит же. Ну, например, 2-3 месяца. Вообще, по закону общий срок предварительного расследования составляет 2 месяца. Потом он, конечно, продрывается. Сергей и Ольга, наше время не стекло. Большое вам спасибо, что пришли. Мы вернемся в студию через пару минут. Дата, которая сформировала следующую тему нашего сегодняшнего выпуска – День социального работника. И отмечается он, будет, точнее, отмечаться в этот четверг, 8 июня. Дорогие гости следующего нашего блока, здравствуйте. Гостьи. Представляться будем по ходу программы. Титр будет, так что не волнуйтесь. 42-38-97, телефон нашего прямого эфира. Вы, пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну, во-первых, я не знаю, заранее не поздравляют, но вы все-таки примите поздравления, так, немножко заранее, с наступающими вот этими днями социального работника. Ведь отмечаться же будет не только в четверг, да, уже какие-то мероприятия будут сейчас. И более того, ведь 25 лет в этом году исполняется Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Какими планируются, собственно говоря, мероприятия? И более того, с каким настроением, а я бы даже так сказал, с какими достижениями, да, встречаете вы этот день? Этот день. Ну, да. Ну, достижения наши, наверное, как бы улучшение качества жизни наших обслуживаемых, сейчас вот так называется, социальное обслуживание, да? У нас есть и сеть учреждений, и социальная поддержка. Ну, то, что новое вот за этот год, это, наверное, принятие некоторых нормативных актов по адресной поддержке малоимущего населения. Это инициатива нашего Илдархана была. Теперь поисками и назначением будут заниматься муниципальные образования, вплоть до наслегов, это виды социальной материальной помощи, ну, это и социальное партнерство. Понятно. А если говорить об учреждениях, то какие входят вообще вот в систему социального обслуживания? Ну, у нас более 100 учреждений. Если начинать от детей, у нас вот есть социальные реабилитационные центры для несовершеннолетних. Вот, поговорим, да, обязательно. Да, поговорим. Здесь у нас директор сидит, Мария Михайловна Сергеева, республиканского центра, который находится. Таких учреждений у нас 19. Также у нас есть центры помощи семьи и детям, 12 штук. Ну, в итоге получается, что у нас в республике в каждом Лусе есть учреждения, которые помогают семьям, которые попадают в трудные жизненные ситуации. И, к сожалению, они иногда бывают в социально опасном положении. В социально опасном? В опасном положении, да. А что это значит? Ну, это когда в семье большие проблемы. Где ребенок не может находиться в данной ситуации дома. Понятно. Опасное положение. Ну, также у нас есть 16 домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Ну, название само, наверное, я говорю. Да, ну, это понятно. Где находится у нас более тысячи людей. И пять у нас психоневрологических интернатов. Светлана Александровна у нас директор. Да, да, да. Максоголовского психоневрологического интерната. Далее у нас восемь реабилитационных центров для инвалидов. Трое из них для детей-инвалидов. Ну, также у нас есть обслуживание на дому, которые являются отделениями при территориальной управлении социальной защиты. При территориальных. Органах, территориальных органов, да. Раз уж мы заговорили, собственно говоря, да, о несовершеннолетних, о детях. Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Какие функции, собственно говоря, да, возлагаются на это учреждение? Да, это еще раз, пользуясь случаем, я еще хочу поздравить своих коллег с наступающим профессиональным праздником. Наше учреждение предоставляет услуги социальные. И в рамках федерального закона 120-го, это профилактика безнадзорности и правонарушений. И 442-го закона, это предоставление социальных услуг. Наши клиенты, не клиенты, а мы предоставляем услуги семьями и детям, находящихся в трудной жизни ситуации. И социально, вот как Денис Семеновна сказала, социально опасным положением. К сожалению, вот такие ситуации у нас бывают. И по 442-му закону могут обратиться все, кто именно оказался в трудной жизни ситуации, и семьи, и дети. Действительно, у нас центр занимается и профилактическими мероприятиями, и предоставлением социальных услуг. Это учреждение социального обслуживания семьи и детей. И профилактического, чтобы этого не было ничего. Да, чтобы семья не находилась в трудной жизни, и профилактику ведем. Это в городе Якутске, так как мы находимся в городе Якутске. У нас есть в учреждении 4 филиала Северные Улусы. Аннабарский, Аллаиховский, Верхний, Колымский, Эбин и Батантайский. Это наши филиалы. И городской округ Жатай мы охватываем. И весь город с пригородами. Ведем профилактическую работу и предоставление социальных услуг. Расскажите мне, пожалуйста, мне просто интересно, какая-то очередь, я не знаю, да, очередность? Или человек обращается и сразу может рассчитывать на помощь? Ну, так как учреждения, конечно, ну так такой очереди нет, но иногда бывает у меня 40 коекомиссий. Ну как это, стационарные учреждения. И бывает, что 40 детей есть, 40 детей. И вот еще оказалось, когда 41-й привели ребенка, что действительно срочно сейчас нужна помощь ребенку. И, конечно, в таких случаях, в принципе, нельзя брать детей, но а куда деться? Ребенку сейчас нужна помощь. Он оказался на улице в социально опасном положении. И, конечно, мы берем этого ребенка. Это действительно так оно и есть. И срочно предоставляем социальные услуги этому ребенку. С трех до восемнадцати лет, до совершеннолетия. Вернемся еще, Мария Михайловна, к этому разговору. Светлана Александровна. Слушай. Ну, хорошо. А вот психоневрологический интернат. То же самое, на самом деле. Вопрос. Текущее состояние дел, что ли, да, в интернате. И его функции. Ну, нашему интернату тринадцать лет. Сто шесть проживающих. Из них девяносто три у нас недееспособных. И эти люди попали в очень тяжелую жизненную ситуацию. Учитывая то, что они инвалиды, плюс еще хронические психические заболевания. И так как они пребывают очень долго в интернатах, такие больные, да, они еще имеют и хронические соматические заболевания. И самое страшное, что они, конечно, не живут у себя в доме только с родителями там, да. И находятся очень длительный период в интернатах. И наша задача, нашего коллектива и всех, я думаю, что директоров, в том, чтобы именно их вот пребывание в наших интернатах стало домом. Чтобы они чувствовали себя очень комфортно. Были обеспечены питанием, правильно. Материальность там была, да. Вот вы заговорили, наверное, у вас то же самое, да? Да, то же самое. Слово дом прозвучало, кстати, это важно. Именно, они были сохранными. Они должны читать, писать, там, выполнять функции трудотерапии. Они должны социальными работниками работать. Медицинское обязательно наблюдение, как со стороны соматического заболевания, так и со стороны психоневрологического. Ну, я думаю, что, чтобы в таких интернатах работать, нужно очень большой диапазон знаний иметь. Во-первых, в организации здравоохранения. Ну, я бы сказал, склад характера, наверное, тоже. Да, это в организации здравоохранения обязательно. Потому что, если человек знает, как идет организация здравоохранения, то и все... Потому что медицинское образование, медицинские эти услуги делаются и так далее, да? Законы все трудовые должны знать, бухгалтерию мы хорошо должны знать. Как правильно питание, как правильно стирку произвести. То есть все вот это должно быть, вкладываться в знания директора и всех наших сотрудников, естественно, да? Я считаю, что наши больные в очень хороших условиях живут, сохранные. И, казалось бы, мы выполняем все функции и задачи, которые перед нами стоят. Все родственники, которые приезжают к нам, всегда очень довольны. И особенно, когда приезжают родственники молодых... То есть вы в какую-то обратную связь со стороны родственников имеете? Да, обязательно. Обязательно. И когда приезжают родственники молодых, проживающих, да? Ну, у нас бывает 18, 19, 20 лет есть, да? Которые по воле судьбы они не могут жить, да? И родители очень спокойны, потому что они пребывают у нас в нашем интернате. Я думаю, мы выполняем настоящую функцию и задачу, которая стоит перед социальной службой. Знаете, Семена, я хотел, в общем, попозже этот вопрос задать. Но раз уж мы об этом заговорили, давайте я задам его сейчас. Все-таки из какой-то любой негативной ситуации надо делать, просто извлекать, делать правильные выводы, да? Вот когда случились эти резонансные, скажем, случаи в доме одиноких престарелых и инвалидов, в доме интернате. Какие выводы были сделаны и какие даже и выводы, и конкретные действия? Конечно, принято много мер, много, как сказать так, процедур произведено. Но по первому случаю, когда про питание было, проверка прошла по всем нашим учреждениям, которых я сейчас назвала. Прокурорская проверка, если мы говорим. Нет, наша проверка. Ваша проверка. Да, наша проверка. И сейчас у нас будет принято постановление о нормативах питания. Но также на местах все проверялось, как оно должно было быть организовано. Те же технологические карты, те же меню, тот же состав продуктов и все остальное. Ну, по питанию у нас, в общем-то, особо больших вопросов не получилось, потому что организовано, в общем-то, неплохо. Неплохо, да. Да, вот, например, у Светланы Александровны там питаются шесть раз в сутки, и это вот все поставлено. И питание непростое. Тем более. А дети, кстати, да. У детей тем более очень это строго соблюдается, через потребность все меню согласовывается, и это все соблюдается. Понятно. И тем более оно подбирается к человеку, к состоянию его здоровья. Они по диете едят, да. Мы называли престарелые инвалиды. Это значит, есть какие-то нарушения в организме человека. Ну, поэтому и диетическое питание там. Вот. Ну, по второму случаю, наверное, слушали, это охраннику не открывал, с ЧОПом там работа ведется. Ну, сегодня аутсорсинг, мы с ними заключаем договора через торги. Ну, придут другие. Конечно, стараемся их контролировать. Поменялись там и там руководители. Понятно. Давайте к общим таким вопросам перейдем. Какие категории граждан вообще имеют право на получение социальных услуг? Можно ли такой вопрос вам задать? И какие действия вообще нужно проделать гражданину, сделать гражданину, да, для того, чтобы эту социальную услугу получить? Что-то написать, я не знаю. На имя кого-то надо что-то. Куда-то прийти надо, я не знаю. В конце 2013 года принят закон о социальном обслуживании населения, федеральный 442-й. По этому закону мы услуги предоставляем по заявлению, заявительный характер имеет, да. Когда человек заявляется, он должен быть, нуждаемость его определяется. Как он ее подтвердит? Да, подтвердить нуждаемость. То есть, вы говорите, комиссия какая-то, да? Да, комиссия подтверждает. И там же в управлении составляется индивидуальная программа социальных услуг. Предоставление социальных услуг. Ну и дальше определяется, куда должен идти человек и какие ему услуги составляют. То есть, индивидуальная программа прописывается для каждого гражданина, для каждого ребенка, для каждого, кто приходит. Это люди, попавшие в трудные жизненные ситуации. Ну и в каждом учреждении, конечно, там есть свои особенности, да. Если несовершеннолетние, то несовершеннолетние, которые попали в те же трудные жизненные ситуации. К сожалению, они к нам приходят часто по срочному, потому что случается так, что остаются дети без присмотра. Да, а некоторые у нас приходят, допустим, по направлению через диспансер, там они лечатся. И, к сожалению, болезнь становится хронической, неизлечимой, человек становится недееспособным. Ну тогда это как, ну не последняя мера, но вот такая мера принимается, чтобы он был под наблюдением и врачей, и социальных работников. Или человек остался одиноким, и тут показания такие, что он теряет способность к самообслуживанию. Частично или иногда полностью. У нас еще есть более ста человек, которые вообще лежачие, да. Ну понятно, да. Полностью потерявшие. Вот, поэтому это все. У нас есть шкала самообслуживания. А в каких случаях платно или бесплатно предоставляются услуги? Бесплатно у нас предоставляются социальные услуги всем детям несовершеннолетним. Угу, так. Да. И срочные. Если, не дай бог, кто-то на улице оказался, то первая помощь будет бесплатной. То есть предоставление там тепла, жилья, первой помощи, еды или еще что-то вот такое. И ветеранам Великой Отечественной войны. Это обслуживание на дому. Вот, а в интернатах у нас... Но их все меньше. Их все меньше. Да, меньше. Ну, дома мы их обслуживаем. У нас же есть еще обслуживание на дому. Понятно. Мы бы еще раз просто сейчас прозвучали несовершеннолетние. Я снова к вам, Мария Михайловна, поворачиваюсь. Помимо, собственно говоря, норм каких-то, о которых вы говорили, да, и для несовершеннолетних. Вообще я хочу вот о чем спросить. Как строится работа сама с ними? Она же ведь, ну, как сказать, образовательно-воспитательная. Ну, образовательная так такое, не образовательная, это социальные услуги называется. Ну, может быть так. Это разные социальные услуги. Ребенок, например, да, ребенок, как попадается к нам по рапорту инспектора по делам несовершеннолетних. Если состоит у ребенка на учете, или убегает из дома, или конфликт в семье, ребенок не хочет идти домой, такие ситуации тоже есть. Или у ребенка нет родителей. Или родители самоустранились от воспитания своего же ребенка. Или они в нетрезвом состоянии, ребенок в социально опасном положении. Маленький ребенок оказался один дым. Я понимаю. Вот в таких ситуациях попадается к нам и предоставление услуг. И у нас есть комиссия, которая решает, определяем статус ребенка. Сирота, оставшаяся без попечения родителей. И в последующем уже ИПР, индивидуальная программа реабилитации. Индивидуальная программа. Индивидуальная программа реабилитации. И по этой программе жизнеустраивается этот ребенок. Или работа с семьей, возврат ребенка в семью. Или уже лишаются родственных прав. Или уже родители отказываются, или судом лишаются родственных прав. Так, таковой. И уже определяются в детские государственные учреждения. Понятно. Здесь же работа не только с детьми. Очень большая работа проводится с семьей. И полностью с семьей. Ребенок в семье. И, к сожалению, если семья, допустим, увлекается алкоголем, то мы их направляем на лечение. И после лечения опять-таки с ними занимаемся, чтобы семья пришла в себя и взяла ребенка. Это лучше для ребенка. Или даже... Хорошо вы сказали, да, семья пришла в себя. Или отдали ребенка в жизнь. Или в итоге работа с семьей, мы отдали ребенка в семью. Это все равно огромное, скрупулезное. И мы сопровождаем эту семью и ребенка. И просто вот отдали, забыли, да. И мы тут же сопровождаем эту семью. Понятно, что сопровождение. С пользой или нет. Знаете, вот о чем, как бы, не могу не спросить, да. Роль негосударственных организаций и даже некоммерческих, может быть, организаций, ну, она возрастает все время, возрастает, возрастает. Она сейчас возросла до какой степени, собственно говоря? Да. Некоммерческие, социально ориентированные организации, они сегодня могут предоставить социальные услуги. В этом случае они ставятся у нас в реестр поставщиков социальных услуг. Таких организаций у нас сегодня стоит в нашем реестре 27. И направление деятельности, по которому они работают, широчайшее, да? Да, широчайшее, да. Начиная от тех же маленьких домиков для престарелых, да, ну, на 5 человек у нас есть вот такое. Есть и реабилитация людей, которые попали в трудные жизненные ситуации после освобождения, мест лишения свободы. Также у нас есть общественный реабилитационный центр для детей и инвалидов. Ну, там 27, там много разное у нас встали в реестр. Но как оплата, мы им помогаем. Это понятно, да, что... Нет, как оно делается, это, наверное, интересно будет. А у нас меньше минуты осталось. А вдруг кто-то захочет этим заниматься. Они должны встать в реестр, потом отчитываться. Тогда мы им компенсируем те затраты, которые они производят при оказании социальных услуг. Очень короткий ответ от вас хочу. В следующем году столетие социальной службы РФ. Что надо подтянуть, вот одно какое-нибудь направление назовите к столетию, к следующему году? Ой, что делать-то? Знаете, мы никого не можем оставить без нашей заботы. Хорошо. Поэтому все очень важно. Спасибо вам, дорогие гости. Увидимся еще раз через две минуты в третьей части нашей программы. Наша программа, наш выпуск, наш сегодняшний выпуск проходит накануне Пушкинского дня России, дня русского языка. Третий блок нашей программы, следующая часть нашего сегодняшнего выпуска будет посвящена именно этому дню. Я помню, например, как год назад, 6 июня, в Якутск прилетел Евгений Евтушенко. Это была незабываемая встреча. Я надеюсь, с сегодняшней нашей гостью мы проговорим также содержательно о великой русской, я не знаю, советской и российской литературе. Все-таки я надеюсь, что мы остаемся, мне очень нравится это выражение Леонида Парфенова, литературоцентричной страной. Мне так почему-то кажется. Ольга Геннадьевна, ну, представимся в процессе программы. Хорошо. Ольга Геннадьевна, раз Пушкинский день, без Александра Сергеевича обойтись не сможем, поэтому давайте с этого начнем. Давайте. Достоевский, Пушкинская речь на открытии памятника поэту, июнь 1880 года, цитата. Собственно, этой цитатой заканчивается речь Достоевского. Пушкин умер в полном расцвете своих сил и бесспорно унес с собою некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем. Может быть, вы поясните, о какой тайне говорил Федор Михайлович? Знаете, литературоведы и исследователи творчества Пушкина, они до сих пор не могут прийти к единому мнению. О какой же тайне все-таки была речь? Но мне кажется, что тайна была в гениальности. Ведь нет нигде второго такого поэта, писателя, который бы настолько филигранно представлял свое творчество, свое мировоззрение. Вы считаете, нет второго такого? Я считаю, нет. У меня следующий такой вопрос был. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, так сказал Гоголь. Были ли, на ваш взгляд, еще гении в отечественной литературе? Сам же Гоголь. Сам же Гоголь. Конечно. Антон Павлович Чехов. Лев Толстой, безусловно. Замечательно, да. То есть Пушкин в этой плеяде гениев не единственный. Он первопроходит. Он первопроходит, согласен. Согласен, хорошо. Пойдем дальше. Раз уж начали с Александра Сергеевича, то давайте не обойдемся без чуть-чуть поговорить за поэзию, как говорят в Одессе. У меня вот какой вопрос с этим. Может быть, такой он неповерхностный. Насколько непонятны должны быть стихи, чтобы никого не раздражать при этом? Нет, вы знаете, стихи должны... Поэзия должна быть понятна или она все-таки должна оставать какой-то флер такой загадочности? Безусловно. Поэзия должна быть понятна. Думаете, почему символисты так долго не продержались на небосклонии русской поэзии? Почему? Потому что поэзия должна вот сюда отдавать. И отсюда же выходить обратно. Поэзия должна быть... Она может сюда отдаваться, минуя вот понимание на самом деле. Она может западать прямо сюда без понятия. Это мое такое мнение. Ну, вы возьмите Мандельштама. Вот без этого вы не поймете. Вот только этим. Пастернака. Кстати, не соглашусь, наверное. Ну, помните его знаменитое стихотворение про эти стихи? Хорошо, спасибо. Кстати говоря, заговорили о Серебряном веке, да, и о поэтах Серебряного века. Кстати говоря, подводка к следующему вопросу такая. В этом году стало типично делать ретроспекции в 17-й год вообще, в 1900, понятное дело. Ну, ясно, что это связано со столетиями Бухгарских революций, февральской, октябрьской, неважно. Если посмотреть на литературу того времени, она, безусловно, ярчайшая совершенно. Имена, объединения и даже отношения, собственно говоря, там все очень важно. У вас есть любимые писатели того периода? Вы имеете в виду Серебряный век, да? Я имею в виду, да. Писатели или поэты? Или писатели, или поэты, неважно. Любимые имена. Любимые имена. Ну, любимый, любимое имя из писателей, если взять, да, это, конечно, Андрей Белый. Оп. Хорошо, да, здорово. Ну, так получилось. Вот. А поэзия, безусловно, Ахматова. Угу. И все-таки Блок. Ну, Блок вообще считался же. Жемчужина. Среди поэтов, кстати, он считался... Мне кажется, это жемчужина Серебряного века. Да, да. Те поэты его признавали лидером, кстати говоря, да, Блока. Хоть он и считался младосимволистом. Да. Это точно совершенно. Вообще, 20-й век подарил нам интенсивную жизнь литературы на протяжении практически всего вот этого столетия. Мне так кажется. Вот и началась эта интенсивная жизнь там с захлёстом даже в конце, ну, если так уж говорить, там, с конца 19-го века. И продолжалась она практически до конца 20-го века. У меня вот какой вопрос по 20-му веку, по творениям 20-го века. Как бы вы объяснили молодым людям, если бы они задали вам вопрос, что такое сам издат? Ну, как есть, так бы и объяснила. Ну, как без... Да. Литература без цензуры. Вы знаете, в 70-е годы даже один из самиздатовцев анекдот такой сочинил. Сам сочиняю, сам печатаю, сам редактирую, сам рецензирую, сам сижу. А вообще, это, по-моему, это же, как бы, кто же это сказал, сам себе издат. Это... Я вспомнил в процессе нашей программы. Да, пожалуйста. Я не помню. Да-да-да, это с него началось. Вот, то есть это литература, которая не подчинялась власти. Николай Глазков, по-моему. Возможно. По-моему, так. Понятно, да. Вот как я сформулировал следующий вопрос. Так он немножечко звучит с опломбом. Когда-то хранителем большой королевской печати русского языка, бесспорно, для меня это вообще бесспорно, был Иван Тургенев. Впоследствии таким писателем, опять же, на мой взгляд, был Бунин, опять же, Иван, Иван Алексеевич. А кто из современных российских писателей, по-вашему, сегодня вообще мог бы быть достоин такого звания? Так. Хранитель печати русского языка. Хранитель печати русского языка, да. Ну, скорее всего, я бы сказала, хранительница. Так. Почему бы нет? Потому что я считаю, что это Людмила Улицкая. Она вернула в литературу красивое, добротное русское слово. Правильное слово. Какое-то произведение бы выделили у Улицкой, нет? Вы знаете, можно... А мне бесспорно нравится... Нет, безусловно, Даниэль Штайн переводчик, да, это точно совершенно. Это гениальная книга. И мне очень нравится «Зеленый шатер». Да, но я думаю, что классикой все-таки, наверное, станет казус Кукотского. Да, наверняка. Это классика. Она впитала все из себя из XIX века. Кстати говоря, в одной из бесед, которые выложены в интернете, не скажу, что это было интервью, такая беседа между двумя литераторами, она призналась, что ей пишется достаточно трудно, и для нее это, в общем, не удовольствие, на самом деле. А по языку внутри произведения этого не скажешь совершенно. Вот удивительное свойство. А та человек... Ее как автора, да. Лев Толстой же тоже был недоволен «Войной и миром». Смотрите, что получилось. Да, да, да. Наконец-то я сбросил этот груз, там, да, он что-то такое в подобном роде писал, да, про «Войную и мир». Олег Ликманов, известный очень литературовед, доктор филологических наук, профессор высшей школы экономики, сказал, и это опубликовано там, ну, среди прочего текста, да, в журнале «Нью Таймс» 20 марта 2017 года этого года. «Я не очень верю в современную литературу». А вы верите в современную литературу, раз уж мы подошли к современности, собственно говоря? А я верю. Что дают вам такие основания верить в современную литературу? Понимаете, меняются какие-то реалии, да, вот мы пользуемся сотовыми телефонами, мы читаем электронные книги, но то, что было заложено в 19 веке, вот этот великий гуманизм, который прошел через весь Золотой век, через весь Серебряный век и вернулся к нам сейчас, вот этот гуманизм, он и сейчас живет в произведениях современных авторов. – Спасибо. У нас очень немножко времени остается, а хочется задать больше вопросов, поэтому я буду без излишних таких подводек. – Хорошо. – У кого-то я прочитал такую фразу, сегодня, не помню, правда, у кого сегодня происходит предельное испытание возможности языка. Вы согласны с этим? – Да, вот здесь я соглашусь. Вы знаете, самый главный враг русского языка сейчас – это экспансия других языков, плюс интернет-язык. Но вы помните, что было в 19 веке? Мы же избавились от вируса французского языка. Русский язык опять стал главным языком. – Кстати говоря, я не скажу, что прижились словообразование начала 20 века. Я не беру канцеляризма сейчас, я не это говорю, да, я имею в виду словообразование, ну, в частности, Велимира Хлебникова. Да, они не прижились. – Не прижились, безусловно. – И, наверное, то, что сейчас происходит, это наносное. – Ну, может быть, как Пушкин говорил в «Онегине», ой, но панталоны, фраг, шакет, как же там, слов таких на русском нет. – Угу. – Но, тем не менее, прижились. – Меньше минуточки у нас остается. Поэтому завершающий, наверное, вопрос. Есть ли какие-то книги или какая-то книга, ну, давайте так, предпочтительно написанная в этом веке, уже в 21-м, которую вы прочитали в последнее время, и которую вы могли бы нам всем порекомендовать для хорошего чтения? – Для хорошего чтения? Так, ну, про улицку я уже сказала, ее нужно читать безусловно. – Все. – Из современных авторов «Роман Сенчин. Зона затопления». Обязательно прочесть. – Роман Сенчин. – Роман Сенчин, да. Ну, и Дина Рубина «Синдром Петрушки». – Синдром Петрушки. Согласен. На этом наша программа подходит к концу. Я, как всегда, в конце каждого выпуска, хочу вам пожелать уверенности в завтрашнем дне. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok